Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение урока по ZBrush ZModeller. Предыдущую часть можете посмотреть, нажав на подсказки вверху. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите и я начинаю. Теперь поговорим о другой цели для инструмента Bridge to Police. Чтобы увидеть работу этого инструмента, клонируем объект с помощью QMesh. Предварительно выбрав 4 полигона с зажатой клавишей Alt. Как только Вы выделили их, выдавливаем с зажатым Ctrl. Таким образом, у Вас будут отдельные 4 полигона, которые можно выдавить и получить новый объект. Затем создаем маску, удерживая Ctrl для нового объекта. Инвертируем выделение и с помощью Transpose Move, который вызывается клавишей W, смещаем его таким образом. Теперь можно создать мостик между двумя объектами и разобраться, как работает функция To Police. Выбираем инструмент Bridge в Target To Police и наведя на первый полигон, Вы сразу же увидите подсказку о том, что нужно кликнуть на него, а затем выбрать следующий полигон у противоположного объекта. Чтобы получился мост. Как видите, все очень просто. Давайте еще раз повторим это действие. Таким образом, Вы сможете получать интересные детали, которые выглядят креативно во время сглаживания. Это все, что я хотел рассказать о данном инструменте. Идем дальше. Следующий инструмент CREASE. Target оставляем в Single Poly и поговорим, для чего можно использовать этот инструмент. CREASE создает виртуальные ограничащие ребра для более резкого перехода во время сглаживания между ребрами модели. Если Вы кликните на полигон, Вы сразу же увидите, как добавились дополнительные ребра. И теперь, если сгладить модель, Вы увидите этот эффект. Это, что касается цели Single Poly. Теперь давайте выберем Flat Border. Таким образом, Вы примените данный эффект на краях плоской границы. Так как я редко использую данный инструмент для полигонов, я толком в нем не разбирался. Ведь он есть для ребер и там лучше реализован. Так что более подробно поговорим о CREASE тогда, когда буду рассказывать о инструментах для ребер. А сейчас идем дальше. Следующий инструмент Delete, который позволяет удалять полигоны в зависимости от выбранного Target. Я думаю, с ним у Вас не возникнет сложностей. Давайте создадим несколько ограничащих ребер, чтобы разобраться с работой других целей в Delete. Для того, чтобы создать ограничащую петлю ребер, просто кликаем по ребру и удерживая левую кнопку мыши, двигаем. Так вот, если у Вас много полигонов, то их можно удалять вдоль прямой, по горизонтали или вертикали. Для этого достаточно выбрать Polyloop в Target инструмента Delete и когда Вы наведете курсор на полигон, Вы увидите направляющую линию, вдоль которой будет удалена цепочка полигонов. Влево или вправо удаление полигонов по горизонтали. Вверх или вниз по вертикали. После Delete следует инструмент Do Nothing. Я думаю, что с ним все понятно, поэтому его пропускаем и выбираем Equalize. Этот инструмент используется для получения идеальной формы полигона с равной длиной сторон. Например, если навести курсор на данный прямоугольник, нажать на него и потянуть мышку несколько раз вниз, то мы получим квадрат. Это очень удобно, когда стоит задача сделать равностороннее отверстие. Следующий инструмент Extrude. Это стандартная функция всех программ моделирования, которая используется для выдавливания или вдавливания полигонов. В модификаторах данного инструмента есть очень полезная функция под названием No Side Police. Ее можно использовать для создания отдельных объектов из полигона. Просто нажав на него и потянув в сторону, а затем применив обычный Extrude. Также есть замечательный модификатор Step by Brush, который позволяет выдавливать полигоны по шагам. Размер которых зависит от радиуса кисти или введенного значения в Step Size. При малом радиусе Extrude выглядит таким образом. При большом немного иначе. Если Вы выберете опцию Step Size и она будет активна, то только она будет влиять на размер шага, а не радиус кисти. Например, если это значение будет равно 0.5 То мы получим такой результат. Если хотим сделать шаг меньше, то уменьшаем данное значение. Переходим к следующему инструменту, который называется Flip Faces. Его работу я покажу на примере цилиндра. Но перед этим удалим передние и задние полигоны. Теперь представим ситуацию, когда у Вас есть задача сделать Extrude во внутрь. Но если Вы это сделаете при стандартном направлении нормалей, то у Вас получится такой результат. Поэтому выбираем Flip Faces и Target All Polygons. Кликаем на цилиндр и получаем Invert Normally. Теперь, если сделать Extrude, то все будет выглядеть правильно. Далее по списку идет инструмент Inflate, который используется для надувания или сдувания полигонов. Если Вы выберете BH Normal Modifiers и Target All Polygons. Вы получите такой эффект. Если же выбрать модификацию By Point Normal, то ее действие будет похоже на обычный деформатор Inflate. Который находится в Tools в вкладке Deformation. Если же Вы выберете модификацию By Face Normal, то эффект влияния будет равносилен опции Size в вкладке Deformation. Это все, что я хотел рассказать за Inflate. Идем дальше. Ниже Inflate идет инструмент Insert Nano Mesh. Этот инструмент позволяет добавлять объекты из Nano Mesh на выделенные полигоны. Nano Mesh это новый мощный инструмент, который появился в ZBrush 4R7. И позволяет добавлять любой объект на полигон. Давайте для начала я расскажу о его настройках. Каждый добавленный Micro Mesh можно редактировав нажав на кнопку Edit Mesh. Я немного отредактирую этот бокс и снова нажму Edit. В итоге получился такой объект, который будет применяться к каждому полигону. Естественно, в любое время Вы снова можете нажать на Edit и изменить форму этого Micro Mesh. Nano Mesh очень полезный инструмент, который помогает быстро получить сложные элементы с микродеталями. Редактируемый объект можно поворачивать, двигать и делать любые операции с ним. Для этого в вкладке Nano Mesh есть много опций и сейчас я расскажу о каждой из них. Для начала выберем Target Flat Border. Чтобы Micro Mesh размещались на всех полигонах одной плоской стороны данного бокса. И еще раз напомню, что все настройки Nano Mesh находятся в вкладке Tool. В его настройках Вы можете менять размер объекта, управлять его шириной, длиной, высотой, смещением и поворотом. У каждого из этих параметров есть опция Variation, которая позволяет вносить разнообразие в эти параметры. И достигать неоднородного эффекта. Также Вы можете менять Tiny Mesh и с помощью паттернов получать любой узор. И конечно же делать Random Scattering с помощью Random Distribution. В Nano Mesh есть возможность поменять стандартный объект на любой из insert кистей в ZBrush. Для этого нажимаем клавишу B и например, давайте выберем эту стандартную кисть с кирпичом. С помощью клавиши M выбираем любой из кирпичей в выпадающем списке. И в категории Inventory, кликаем на кнопку Replace Nano Mesh from Brush. В итоге, вместо стандартных Nano Mesh Box, Вы увидите кирпичи. И поэкспериментировав с настройками, можно уже получить что-то интересное. Естественно, Вы можете использовать Nano Mesh не только для создания environment. Но и для Sky-Fi кораблей или каких-то роботов. В принципе, для чего угодно. Все зависит от Вашей фантазии. Nano Mesh это очень мощный инструмент для создания разнообразного контента и заранее созданных кистей. Поэтому я рекомендую его использовать в Вашей работе. После Nano Mesh идет инструмент Insert Point. Он позволяет Вам создать вертекс в центре полигона, который соединяется со всеми ближайшими вертексами. Я часто использую его вместе с инструментом Insert для получения таких решеток или каких-то других объектов. И если немного попрактиковаться с этим инструментом, то можно выработать несколько подходов в создании интересных решеток, отверстий и так далее. После Insert Point идет инструмент Insert Poly Loops. Благодаря этому инструменту, Вы можете разделять один полигон или целую группу полигонов на несколько частей. Если сейчас Вы кликните на полигон, получится такое разделение. Чтобы интерактивно управлять разделением, нужно двигать мышкой вверх или вниз. Если же в Target Вы выберете Poly Loop, то сможете разделять целую цепочку полигонов по горизонтали или вертикали. Чтобы понять в каком направлении будет идти разделение, пожалуйста следите за указателем. Если он смотрит вверх или вниз, то разделение будет происходить по вертикали. Если вправо или влево, то по горизонтали. Кстати, во время разделения, Вы можете двигать мышкой вверх или вниз, управляя количеством разделений. А если двигать влево или вправо, то получите такой эффект раздувания геометрии. Также, когда Вы разделяете один полигон и не хотите, чтобы там были треугольники. Вы можете просто двигать мышкой и достигать результата без них. Или просто отключить построение треугольников с помощью опции Event Splits No Trees. Это все, что я хотел рассказать об этом инструменте. Идем дальше. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!